Приобрел ребенку конструктор робот-манипулятор, управлять которым можно с помощью компьютера или с телефона. Особенно ребенку понравилась возможность управлять роботом с помощью джойстика. В комплекте конструктора идет поле с разметкой и 4 кубика, что позволяет выполнять различные задания. Также есть демонстрационные программы, которые показывают, как можно запрограммировать манипулятор и научить выполнять различные действия. Конструктор позволяет научиться управлять роботом-манипулятором. Полученные навыки можно использовать на практике, например, для управления балетным роботом. Покупал конструктор на сайте robointellect.ru. Ссылка на сайт будет в описании к видео. Конструктор приходит в картонной коробке, в которую аккуратно все уложено. Все комплектующие пронумерованы, а идущая в комплекте подробная инструкция поможет без труда собрать конструктор. Корпус манипулятора вырезан из нескольких листов акрила различного цвета, которые уложены в коробку на поролон. Мне лично понравилось, что в комплекте идет качественный инструмент для сборки конструктора. Чаще всего, даже при покупке дорогих вещей, инструмент кладут очень дешевый и непригодный для сборки. В связи с тем, что корпус манипулятора вырезан из листового акрила, каждую деталь нужно предварительно выдавить из пластины. Затем снять защитную пленку. Это самый длительный и монотонный этап сборки манипулятора. Сборку начинаем с клешни. Сборки манипулятора Приступаем к сборке подвижной части манипулятора. Собираем левую подвижную часть манипулятора. После чего приступаем к сборке правой части манипулятора. Наличие во всех местах соединения фторопластовых прокладок существенно снижает трение и позволяет избежать заклинивания и рывков при движении. Наличие специальных подшипников скольжения внутренняя свободная вращающаяся втулка с фторопластовой прокладкой, что позволяет в таких узлах снизить трение и избежать пережатия, которые могли бы привести или к заклиниванию, или к резкому увеличению тока и выводу из строя сервопривода. Подготавливаем основание манипулятора для установки подвижной части. Соединяем левую и правую часть манипулятора на основании. Для всех сервоприводов используются редуктора с коэффициентом от 1 до 2,5, за счет чего маломощные сервоприводы позволяют развивать для такого легкого и небольшого робота, в том числе с питанием от простого и маломощного плода питания, достаточно серьезные усилия и грузоподъемность. Устанавливаем крышню на место. Приступаем к установке электроники. На верхнюю часть основания ставим плату управления сервоприводами. Вся электроника устанавливается на латунные стойки. На нижнюю пластину основания крепится разъем питания и плата для подключения манипулятора к компьютеру. Подключим сервоприводы по инструкции. Подсоединим провода подключения платы управления сервоприводами с платой подключения к компьютеру. В итоге получится вот такой манипулятор. Пришло время протестировать его в работе. Для начала работы с манипулятором нужно скачать с сайта RoboIntellect программу. Ссылка на страницу с документацией и программой будет в описании к видео. Устанавливаем и настраиваем программу по инструкции. Выбираем нужный порт. Затем подключаем манипулятор к компьютеру по USB и подключаем блок питания, который идет в комплекте. Сейчас запускаем программу. После чего откроется окно в браузере с панелью управления манипулятором. Здесь можно произвести калибровку и дополнительные настройки. Сейчас можно управлять манипулятором с компьютера. Например, перемещать кубики. Пока у меня нет сноровки и получается не очень быстро. Но ребенок делает те же самые манипуляции гораздо быстрее. Возможно, у него больше опыта в компьютерных играх, что и влияет на скорость управления. Кроме управления с компьютера, управлять можно с помощью джойстика. Я буду использовать беспроводной джойстик. При подключении он автоматически определился программой. После приступаем к управлению манипулятором. Ребенок у меня просто в восторге от данной опции. Он готов все перекладывать с помощью манипулятора. Даже при работе с лего конструктором перекладывает блоки с помощью робота. Программное управление скоростью вращения валов сервоприводов позволяет научиться управлять роботом на низкой скорости с большой точностью. В дальнейшем скорость можно постепенно увеличивать для более быстрого выполнения поставленной задачи. Данная опция также присутствует и для джойстика. Также в панели управления есть несколько демо-программ, которые позволяют продемонстрировать работу манипулятора. Но на данный момент при выполнении демо-программ у меня манипулятор ставит кубики не совсем точно по клеткам. Возможно, нужна дополнительная калибровка робота. Но в целом все работает, и это только начало изучения работы с данным манипулятором. У него есть и другие возможности, о чем расскажу в следующем видео. Понравилось видео? Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok